Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы поговорим о двух программах от Adobe. Точнее сегодня об одной, но идут они в комплекте. Поэтому вторую мы тоже рассмотрим, но потом. Купить, правда, вы их можете и раздельно, но по программе теплодиджитал, а значит со скидкой для НКО приобретаются они совместно. Ссылка на программу в описании. Вот что такое, скажем, Premiere Elements. Это монтажная программа. Собственно, это Adobe Premiere, только очень упрощенный. Сейчас пока буду устанавливать, немного расскажу об этом. Найти их не так-то просто. На официальном сайте они где-то запрятаны, поэтому просто воспользуйтесь поиском. Можно скачать пробную версию, а потом лицензировать. И вам нужен аккаунт в Adobe. Если нет, всегда можно завести. Теперь про линейку Elements. На море, где я отдыхаю, у нас есть суньки. Это такие белки. Вернее, они немного меньше белок и не обладают таким роскошным пушистым хвостом. Мы их называем недобелки. Так вот, Premiere Elements это недопремьер. То есть это в принципе Adobe Premiere, но только усеченный. С одной стороны, полноценный большой проект вы в нем не сделаете или это будет крайне неудобно. С другой, для тех, кто не занимается видео профессионально, всех функций Premiere в общем-то и не нужно. Профессиональная программа отпугивает сложным интерфейсом и, главное, высокой ценой. Элемент с крайне недорогой и очень простой. А смонтировать в нем средней сложности клип, не имея профессиональных навыков, гораздо проще, чем в полной версии Premiere. У меня возникали сложности с запуском программы, пришлось скачать еще раз пробную версию и лицензировать. Возможно, сейчас они это починили. Итак, тут есть три вида работы. Типа совсем для новичков, не очень для новичков и для экспертов. Но так как программа сама по себе предельно проста, советую сразу выбирать экспертный уровень. Теперь добавляем сюда медиафайлы. Тут, насколько я понимаю, есть даже видеозахват, но можно и просто перетащить файлы из проводника. Вот у нас появляются стандартные видео и аудиодорожка. Ну и можно еще накидать несколько файлов. Все они появятся в закладке «Активы проекта». Странный перевод. Ну а кому удобно, могут воспользоваться функцией добавить медиафайлы. Добавляете файлы на разные дорожки, подрезаете файлы. Собственно, о том, как монтировать, можете посмотреть мою серию по DaVinci. Хотя здесь, наверное, лучше смотреть по шоткатам. Это одного уровня программы. Ссылки на оба плейлиста оставлю в описании. Сама логика монтажа во всех программах одинакова. Различаются они количеством и правилами работы с инструментами. Например, здесь разрезают дорожки вот так. Ставите playhead в нужное место, нажимайте на ножницы. В DaVinci используются горячие клавиши Ctrl-B. Так меняется масштаб рабочего стола. Ну и так примерно монтируется видео. Кроме того, сюда можно добавлять всяческие сторонние элементы. Например, предустановленные заставки. Нельзя сказать, что они отличаются удивительной красотой, но, как всегда, все на любителя и зависит от эстетических представлений. Заставки можно редактировать под себя. К сожалению, длина тут не регулируется и заставка не режется. Или вот так. Удивительной красоты титр можно сделать. Все, что вы добавляете в проект, появляется у вас в активе проекта. Но на самом деле понятно, что все эти предустановленные клепарты не лучшие, что можно использовать в хорошем видео, а вот текст наоборот всегда востребован. По тексту есть множество настроек, которых в общем-то достаточно для хорошего дизайна. Видите, даже градиент есть. А это прям премьеровская закладка. Вообще, кстати, при внешней простоте программы она вполне функциональна. Если в ней покопаться, тут можно найти все необходимое. Просто не всегда это так удобно, как в профессиональных программах. А вот, например, затухание. То же самое можно делать через ключевые точки. Тут они, кстати, есть. И вообще, тут есть что-то похожее на эффекты. Предустановленной, конечно, не очень, но зато тут есть закладка дополнительно, которая открывает доступ к самостоятельной настройке, а значит дальше все зависит от вас. Если вы что-то накрутили и получилось плохо, всегда можно сбросить. А о том, где вы что-то накрутили, говорят вот эти зеленые точки. Ну то есть мы знаем, что накрутили в этом клипе гамму. Теперь про ключевые точки. Это, как я говорил в видео про DaVinci, отличает профессиональную программу от непрофессиональной. И тут они есть. Так открываем, так ставим точку и так меняем показатель в другой точке. И получаем плавное изменение гаммы между двумя точками. Все. Сейчас я быстро что-нибудь наделаю и выгоним готовый клип. Из явных плюсов тут то, что к программе прилагается богат библиотека, музыки и различных клип-артов. Это полезно. Хотя такими мышками я вам не советую злоупотреблять. Ну и все, выгоняем готовый ролик. Сначала надо подрезать и удалить все, что не войдет в клип, потому что выгонит он все, что на монтажном столе. А значит надо оставить только то, что нужно. Тут есть минимальные предустановки. То есть вот сейчас мы выбрали Full HD и низкий битрейт 5 мегабит в секунду. Кстати не самый низкий. На среднем у нас 15 мегабит в секунду. Выбираете куда будете выгонять и как будет называться ролик. Все. Сохранить и рендеринг пошел. А в указанной папке после рендеринга мы обнаружим вот такой короткий видеоклип. В целом программа предельно простая, у нее есть аналоги, в том числе бесплатные, но тем, кто привык к линейке адопа и не хочет перепрыгивать на другой бренд, вполне можно ее советовать. Цена демократичная, а по программе тепло-диджитал вообще запредельно демократичная. Административный износ 2200 за обе программы, премьер и фотошоп, которые мы рассмотрим в следующем скринкасте, до конца 2024 года. Все, переходите на легальный софт, кто еще не. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга. Т отчетливый софт вlli Pokok Такси, туда само по Blockchain